Городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин. Всем здравствуйте. Всех с тайским Новым годом. Еще раз поздравляем. Поздравляем с Новым годом. Ну и с первым, можно сказать, гостем нашим утренним тоже всех поздравляем. Татьяна Фаст, я бы сказал, вот действительно нравственный камертон нашей журналистики, ум, честь и совесть. Ой-ой-ой. Я сразу застеснялась. Мы действительно, ну это, мне кажется, без шуток, без каких-то преувеличений, даже без, не знаю, там, моментов какого-то преувеличения. Можно сказать, что вот журнал «Открытый город», который ставит, ну действительно, каждый номер читается очень цельно и посвящен какой-то одной теме. И вот самый свежий номер «Открытого города» посвящен действительно очень такой теме деликатной и невероятно тревожной русский в Латвии. И вот сейчас в этих сложных международных отношениях, когда идет война в Украине, и когда часто вот все русское воспринимается как что-то токсичное. И мы понимаем, что происходит действительно у русских в Латвии, ну какое-то, и не то чтобы разделение, но какой-то момент смятения душевного. Как, что происходит. Вот я понимаю, что попытка разобраться в этом номере, очень много интересных материалов. Мы поэтому попросили прийти, может быть, рассказать действительно о том, как создавался этот номер, с кем удалось поговорить, пообщаться. И вот какое видение этой проблемы лично вот у вас. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Очень рада быть в вашей студии. Давно я здесь не была. И рада представить свой свежий номер «Открытого города». Ну, должна вам сказать, что у нас все номера как бы посвящены русской тематике в основном, да? Этот номер я бы назвала не столько русской теме посвященной, сколько антивоенным. Потому что сами сказали, что время действительно тревожное, и на душе у всех очень тяжело из-за войны в Украине. Все переживаем, все, в общем, находимся в таком стрессовом состоянии. И в этом номере мы действительно собрали очень яркую такую созвездие звезд. Во-первых, совершенно неожиданно приехал к нам в Ригу гость, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», к сожалению, вот сейчас временно приостановленный. Но тем не менее. И он приехал на фестиваль «Артдокфест», и мне просто удалось заполучить его в гости в смарт-клуб наш. А ведь насколько это было сложно, я понимаю, что даже Левец приезжал сам. К Дмитрию, чтобы встретиться с ним, президент Латрии приезжал в кинотеатр «Спланетит Палас», потому что у Дмитрия там была программа очень интенсивная, и буквально Манский, который все это организовал, не давал его ни на минуту. Но мне удалось все-таки убедить Виталия, что бизнесмены Латрии должны встретиться с таким человеком, как Дмитрий Муратов. Но открою еще один секрет, мы с Дмитрием знакомы с юности. Мы вместе начинали сапкорить в больших газетах, он в «Комсомольской правде», а я в «Литературной газете». И вот эта боевая юность конца 80-х, начала 90-х нас издружила. Поэтому он такой очень верный друг и товарищ, он просто не смог мне отказать. Поэтому эта встреча состоялась, она была очень яркой, очень такой эмоциональной и очень тревожной, потому что уже шла война, и Дмитрий, который очень, так сказать, внедрен в разные там российские структуры, очень много интересного нам рассказал. К сожалению, в журнале мы не смогли даже все это выложить, поскольку боялись за его возвращение домой. А как раз в это время вышел закон о фейках, когда журналисты могли загреметь на 15 лет за какие-то сведения, не подтвержденные официальным Минобороны. Поэтому мы выложили, ну, самое-самое, что называется, и согласованное с Дмитрием. Ну вот это один наш герой, который очень украсил номер и задал ему такой камертон. Второй наш герой, это наш местный герой, это экс-президент Валдес Затлерс. Я, честно говоря, очень благодарна Валдесу Затлерсу за это интервью, потому что он нашел такие правильные слова, вот это тяжелое, трудное для всех время, слова о том, что, ребята, давайте думать о нашем сплочении здесь, в Латвии. Он сумел такие найти слова, чтобы разделить даже, разделить, так сказать, тех россиян, которые несут ответственность за эту войну и которые голосовали за Путина, за Госдуму России, от русских, которые живут в Латвии. Мы все, вот лично я, ношу как бы на себе вот этот вот груз ответственности все эти месяцы. Мне кажется, что мы все как бы причастны вот к этой трагедии, к этой драме, и не разделить эту ответственность вот с русским миром, ну, я лично не могу. Поэтому в этом же номере написала колонку, которую, выставив в Фейсбук, в общем, получила в обратку массу негатива за то, что мы не виноваты, пишут мне наши же читатели, может быть, или рижане наши, латвийцы. Мы не виноваты, мы ни при чем, мы к войне не имеем никакого отношения. Но, конечно, лично каждый, наверное, ну и не, наверное, не виноват. То есть мы действительно не имеем впрямую к этому отношения. Но то, что мы сейчас, где бы мы ни появлялись, мы будем этот груз войны на себе нести. У меня, кстати, вот знакомая недавно, мама с дочкой, поехали на Тенериф. И сидели в кафе, разговаривали по-русски. И подошел к ним официант, испанец, и сказал на ломаном русском, сказал, русские оккупанты, убирайтесь вон. Она, конечно, была в шоке, но потом подошла к нему и сказала, что, знаете, вот мы, во-первых, мы не из России, мы из Латвии. Во-вторых, вот зачем так при детях? Вы все-таки думаете о том, что вы говорите. Ну, можно, так сказать, лично кого-то убедить. Но, тем не менее, общественное мнение такое, что русский мир виноват за всю эту войну. И тут, конечно, все зависит от степени толщины кожи каждого, и каждый это воспринимает по-своему. Лично я восприняла очень болезненно и очень тревожно. И вот, но, тем не менее, Валдес Затлерс, я говорю, сумел разделить вот эту ответственность латвийских, русских, которые, ну, должны заниматься сплочением в Латвии и думать о том, что мы здесь единая страна, единый народ, единое общество. И тех россиян, которые, я говорю, голосовали за Путина, который начал войну, да? И еще одну важную вещь, сказал Валдес Затлерс, что Путин оскорбил этой войной память павших. Сейчас же много дискуссий идет о памятнике, значит, водителям в центре Риги, в Пардаугове, о том, ходить на 9 мая, не ходить на 9 мая. И русские люди по-разному это воспринимают. Очень многие оскорблены, очень многие обижены, что их не пускают, что они хотят возложить цветы. Но я думаю, что в это время все-таки действительно лучше вести себя более аккуратно и не создавать негативного эмоционального фона для окружающих. Потому что война-то идет, она, вот она рядом, буквально, и шум ее слышен, и в нашем городе, и в наших сердцах, и мы это чувствуем. Мы видим беженцев украинских, их много, и буквально вот я пешеход, хожу по улицам, по центру пешком, постоянно подходят, спрашивают, как пройти, как добраться, прочитайте справку какую-то на латышском. То есть вот этих людей много, и для того, чтобы тоже 9 мая как-то пережить, но более спокойно, я думаю, что не стоит сейчас действительно создавать никаких массовых акций. Пусть эта память будет у каждого в душе, и личную память о близких, о павших никто у нас не отнимает. Это наше, это с нами. Но, тем не менее, надо, наверное, вот понимать, в какое время мы живем, и одна война, к сожалению, наложилась на другую. И она, в общем, она оказалась сильнее, вот эта вот война, которая сейчас. Поэтому вот Валдий Затлер тоже нашел и на эту тему очень правильные слова. Причем он рассказал о том, что он сам единственный президент Латвии, который ездил в Москву, который возлагал такие же цветы в День Победы вместе с Путиным или с Медведевым. Но, тем не менее, он общался с верхушкой, он общался там и с военными. И вот поэтому он предложил разделить эту ответственность одних русских и других русских. И вообще очень такое, очень правильное, я бы сказала, интервью вот этого Валдеса Затлерса. Не очень много, к сожалению, наших лидеров латышских находят правильные слова для того, чтобы общаться вот со всем народом Латвии. Немного таких. Чаще, к сожалению, диалога не получается. Получаются высокомерные выступления, так сказать, высокомерное протягивание руки. Друзья, приходите в наш цивилизованный мир, он для вас открыт. И так далее. Ну, может быть, поняли намеки. А вот Валдеса Затлерс, может быть, потому что доктор, может быть, потому что многое пережил сам лично. Но я ему за это интервью очень-очень лично благодарна. В этом же номере, кстати, есть интервью с женщиной, нашей коллегой, которая в свое время работала вместе с нами в газете «Телеграф», журналистка. Потом вышла замуж в Киев, уехала туда, и эти годы последней жила там. И мы с ней тоже сделали интервью о том, что с ней произошло, как она встретила начало войны, как это было в 4 утра, вот как в кино. Она рассказывала, у меня мурашки по коже, что их разбудил телефонный звонок, и кто-то из друзей сообщил, что на окраине Киева бомбят. И это был шок, и она рассказывает, что произошло, как муж остался там. Она первое время боялась оттуда, то есть не боялась, не хотела оттуда уезжать. Потом все-таки вот этот страх войны, он, конечно, ее оттуда выгнал, и были... ну, в Киеве первое время было очень тяжело, и там... А муж остался. А муж остался, и у нас фотография там есть, где просто черно-белая, мы ее сделали черно-белой, где он стоит на коленях, обняв ее за талию, и это была такая минута прощания, когда он ее довез до границы, и тоже с трудностями, с большими, они еле добрались там через какие-то деревни, то не спали, то ночевали в поле. Добрались до Львова с большими трудностями, потому что не было бензина, машина была не заправлена, там сначала они на дачу уехали, потом с дачи как-то еще каким-то знакомым добрались. В общем, это тяжелый путь до Львова, а потом из Львова уже наши автобусы, вернее, с польской границы, наверное, наши автобусы отсюда, рижские, вывезли их до Риги. И вот эта вот история, ну, просто, я говорю, 41-й год, весь ее рассказ. Поэтому все близко, все больно, и все происходит с нашими же общими знакомыми, родными, друзьями. Поэтому ситуация очень тяжелая такая, но, тем не менее, свет, он должен быть. И вот все, с кем мы говорили, тот же Валд Затлерс, он очень хорошо закончил интервью, он говорит, ну, да, жизнь все равно продолжается, и давайте, говорит, чаще улыбаться. Вот если мы улыбаемся, то, значит, мы не враги. Так что еще раз ему благодарю за это интервью. Еще с одной из наших Сергеевича Шерменева здесь есть. Да, как раз Шерменева, и он как раз еще один материал. Это ваш автор, ваша ведущая. Да, 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 конечно, конечно. Вот, кстати, завтра, вот я только-только получил от нее сообщение уже на тему завтрашнего гостя, потому что вот завтра, ну, по четвергам у нее выходит программа «Без антракта». А я, кстати, вот она же пригласила нас на спектакль в поддержку как раз Украины и украинских беженцев. Вернее, нет, не беженцев, а артистов Мариупольского театра. Мы ходили на спектакль, а война еще не началась. Не началась, да. Конечно, да, и там то, что это актеры из разных стран, из... Из разных театров, да, и такой микс очень удачный, очень такой жесткий, такой эмоциональный. Так что спасибо Евгению за это приглашение. На обложку вынесен вопрос, за кого проголосуют латвийские и русские. Мы сейчас ответим или оставим интригой для потенциальных читателей журнала? Я думаю, что имеет смысл об этом порассуждать, потому что это вопрос. Ответить на него однозначно, я думаю, мы не можем. И даже не смогла автор этой публикации Данута Дымбовская, политолог, которая размышляет, что сегодня происходит на политическом спектре. Но мы видим вот последние рейтинги. Они немножко поменяли картинку предыдущую, да, которая была. И Центр Согласия, традиционно как бы партия, в которой было много русских избирателей, она съехала на несколько позиций. Опять же, война расколола избирателей, расколола, видимо, людей, которые их поддерживали. И их поддержка оказалась меньше. Но хорошо, что бы там ни было, значит, первое, что, видимо, будет происходить, это определённая радикализация, конечно, избирателей, радикализация общества, которой, к сожалению, будут пользоваться какие-то крайние политические крылья. Конечно, национальное объединение, безусловно, оно уже воспользовалось, и консервативная партия уже воспользовалась буквально в первые дни войны, когда провозгласила, что всё, школы переводим на латышский язык буквально с 1 сентября, что памятник мы сносим и так далее, и так далее. То есть, ну, слава богу, как бы наши центристы сумели сдержать, сумели остановить, сумели эту волну национализма как-то пригасить, притушить. Но я думаю, чем ближе выборы, тем больше у них будет желания у национальных сил всё-таки попиариться перед своими избирателями. Поэтому я думаю, что на фоне падения рейтинга Центра Согласия вполне может получить больше голосов Русский Союз в Латвии. Тем более, что Татьяна Жданук не поддержала общую позицию Европарламента по поводу осуждения войны в Украине. Поэтому какая-то радикальная часть русских избирателей, возможно, пойдёт сюда. Поэтому, во-первых, вот эта радикализация. Во-вторых, я смотрю, что всё-таки, ну, не так уж много, вот, скажем, среди русской аудитории, ну, с которой мне приходится общаться, не так уж много таких радикально настроенных людей, больше сомневающихся и больше подавленных сейчас, подавленных. И вот эта подавленность, какая-то апатия, разочарование, это может привести к тому, что люди просто не пойдут на избирательные участки. А если не пойдут, то, пожалуйста, мы расчищаем поле для тех же радикалов. Поэтому могу только пожелать, чтобы всё-таки русская аудитория участвовала в выборах, участвовала в строительстве, вот, сплочённости общества, в создании нашего гражданского общества. Потому что если мы сами себя исключаем из создания латвийского общества, то есть мы вредим только себе, и мы даём дорогу радикалам, даём дорогу национализму, который... И ведь самое-то ужасное, вот, в этой радикализации, что меня всегда пугает, что ведь она используется и в другой стороне, вот, как, скажем, Донецк и Луганск, они позиционируются как защита, значит, от русского населения, которое притесняется украинской стороной. Ну, конечно, обе стороны подогревают друг друга, подогревают. И вот эта вот радикализация чем опасна? Тем, что, ну, вот, становится страшно, что ведь кто из... Я сейчас забыл, из российских политиков сейчас запустил даже опросы, его цитируют в Твиттере, должна ли произойти деносансификация... Не политик, это военный эксперт, который часто мелькает у Соловьёва, и это, конечно, кошмарный опрос. Ну да, ну просто... Не, ну, будем откровенны, да, провокационный свой опрос он запустил себе в Твиттере, и лайков и шеров собрали, в общем-то, его аудиторию, такие же, как он и сам, это непоказательная выборка, это вообще ни о чём не говорит. Ну, так вот, это говорит только о том, что как можно больше людей должны участвовать и в выборном процессе, и в общественной жизни. Не дай бог, вот это повторение на нашей территории никому не нужно. И вот, когда на проект, внесённый в Госдуму, о том, что соотечественником считается любой носитель русского языка, носитель в плане человек, который говорит на русском языке и относится к нации или к этносу, которые исторически проживали на территории Российской империи, лично меня очень жутко напрягает, потому что я не хочу этой защиты. Пожалуйста, дядя Вова, не защищай меня. Всё в порядке, мы здесь у себя разберёмся. И я полностью с вами солидарен, Татьяна, конечно, все на выборы. Потому что растёт, да, растёт доля тех, кто из-за апатии, недоверия, потому что это же усталость у металла, она накопилась за последние два года пандемии. Сейчас война, и люди в растерянности, не знают, кому верить, за кого голосовать. И лапки вверх, лучше я вообще никуда не пойду, всё равно от меня ничего не зависит. Ни в коем случае, надо обязательно идти и голосовать. Иначе ваш голос всё равно чисто арифметически, чисто, ну да, статистически, он будет причислен к другим. Может, вы бы и в жизни не подумали за них голосовать, а они получат ваш голос, который вы не отдали. Поэтому надо идти и голосовать. Ни в коем случае не оставаться дома, безусловно. Да, больше полугода до выборов, а мы уже начинаем эту предвыборную агитацию. Ну, это надо, это очень важно. Это необходимая вещь. Это важно знать, понимать и отдавать себе отчёт, что если ты говоришь, я не участвую в этом, ты всё равно участвуешь. Просто тебя участвуют против твоей воли. Безусловно. У нас остаётся пара минут. Я должен задать вопрос, мне дико интересно, ваш новый проект. Клуб редакторов на платформе Диалог ТВ. Ну, вот мне приписывают как бы авторство этого проекта, наверное, по старшинству, наверное. Вам приписывают участие. Давайте вот как участник. Расскажите, что это за новая платформа, что за новый проект? Да, Digital TV Latvia, в общем, это действительно новая платформа и называется Клуб редакторов. И я там одна из участников, кроме меня там Андрей Шведов, который представляет тоже большую русскую аудиторию, как вы знаете. Латышские редакторы, которые меняются сменные, там был и Пайдерс, там был и Краутманис, там и Гунта Лидека была, и ещё, наверное, кто-то будет. Значит, ведёт это Александр Ведякин, мой коллега. И очень любопытная, как мне кажется, платформа. Я с удовольствием откликнулась на Сашину предложение в этом поучаствовать, потому что, мне кажется, сейчас любые площадки, где высказываются разные мнения, они очень важны, актуальны. И вот за это я и вашему радио благодарна за то, что вы постоянно приглашаете разных людей, разных спикеров, разные точки зрения вы слушаете. И, мне кажется, вот эта новая платформа, которая, ну, дай бог, будет развиваться. Пока ещё было всего три программы, поэтому надо... Уже три программы. Уже три программы. По нынешним нестабильным временам дорогого стоит. Она выходит по пятницам в 14 часов, можно смотреть онлайн, потом в записи, пожалуйста, на Ютубе и на Фейсбуке. И, ну, дай бог, чтобы она развелась, я в неё хочу верить. Ну, посмотрим, всё новое должно как-то устояться, хотя бы месяца два-три пройти, чтобы понять, что это такое. Но сейчас мы сами ещё нащупываем форматы, нащупываем спикеров, нащупываем участников. Но мне интересно. Надеюсь, что и слушателям, и зрителям тоже. Желаем, безусловно, развития, коллега. Спасибо. И такой же стабильности, как журналу «Открытый город». Спасибо. Который наводит мосты, который... Вот мне показалось, что как будто бы вернулись времена Атмады, ну, в этом, во всяком случае номере. Такое время, такое тревожное, такое богатое событие. Когда как будто бы снова вот... Опять живём во время перемен, да? Перемен, но какого-то единства. Я не помню другого времени в своей жизни. Вы, тем более, вы моложе меня. А, кстати, журналу в апреле этого года исполнилось 12 лет. Поздравляем. Ну, не сегодня, где-то там неделю назад, но 12 лет. Так что вот столько мы уже на рынке. Ну, здорово. Аксакалы, на самом деле. Спасибо. И много раз ещё по 12 лет. Татьяна Фас, главный редактор журнала «Открытый город», была с нами в прямом эфире. А через пару минут новый гость Сергей Бабкин, экс-группа «Пятница», украинский музыкант, и участник благотворительного концерта, который вскоре состоится в арене Рига. О! На одной волне с городом.